Всем привет! Приобретём был не так давно, несколько недель назад, вот такой вот тостер фирмы Юнит, недорогой, стоил он примерно 12 долларов 800 рублей. Посмотрим, что здесь да как, сравним с тостером вот таким вот старым Тефаль. Этот тостер, я бы сказал, чуть пониже классом. Здесь из особенностей то, что шнур достаточно короткий, чёрного цвета, а не белого, хотя сам тостер такой в светлых цветах. Здесь корпус металлический, это всё металл, это тоже металл, например на этом корпусе пластиковый, не так нагревается, это может быть минус металлического тостера, но также металлический тостер дольше прослужит. Здесь из регулировок ручка, такая вот достаточно расхлябанная, несколько кнопок, отмена, чтобы вырубить при работе, подогрев, то есть чтобы просто подогреть тост и разморозка. Эти все функции, я продемонстрирую, как они работают, особо ими не приходится пользоваться, но функция подогрева Reheat работает нормально. То есть чтобы тост, который выскочил 10-15 минут назад, чуть подогреть, включаете, нажимаете эту кнопку, всё работает. Здесь уже им пользовались несколько недель, какие-то крошки внутри, поддон имеется для сбора крошек, раз, извлекаем, естественно какие-то крошки ещё тут завалялись везде. Ну это, вот как выглядит тостер, которым пользовались долго, он весь внутри, такой засорный, хотя я его немножко уже почистил. Тут сразу на что можно обратить внимание, размеры тостера. Этот тостер весьма массивный, из плюсов массивности можно отметить то, что стенки в теории меньше нагреваются, чем у тостеров более компактных. Цвет коричневато-кремово-жёлтый, вот белый тостер, вот жёлтый. Может быть не каждой кухне подойдёт жёлтый тостер, брать не стоит. Ну, был выбор тостера на дачу, в пределах тысячи, и это мне показалось самым адекватным вариантом. В принципе чёрный шнур питания вполне оправдан, потому что здесь нижняя часть тостера сама чёрная, и вот тут можно видеть, вот с этой ножкой косяк, она очень глубоко вдавлена. Я подумал, логично будет тестировать, поставим один хлеб для тостов, вот такой вот, очень мягкий, нежный, и один вот такой вот, это хлеб называется столичный, и хлеб тостовый. Ставим три минутки, вот на троечку. Это чудо-рели, звук есть небольшой, когда крутим. Вот он люфт ручки. Ставим на тройку, хоп, закрыли. Вот насколько погружаются хлебцы. В принципе высоты вполне хватает. То есть этот стоял вертикально, вот оно постепенно нагревается. Может быть даже для такого белого хлеба трёшка это будет многовато. Но я потом ещё поставлю на две минуты для теста. И ещё, кстати, мы измерим, ровно две минуты проходит ли, ровно три, или это вообще не так. Оп, выскочили, конечно, вылетаю с шумом. Да, для этих три минуты это оптимально и достаточно. Всё, нужно их вот так вот поставить, пусть чуть-чуть постоят. И, соответственно, можно намазать маслом через минутку. Так, а для вот такого хлеба недостаточно, это явно. Но всё равно, если оно сейчас постоит пару минут, он приобретёт такие свойства небольшой корочки. Смотрим на температуру. 40-50 градусов здесь, 52-53 где-то, 59 самой тёплой точки. Внизу 35, особо не греется. На блестящих поверхностях такой прибор плохо меряет. 32-48-60. Ну да, пальцем так и чувствуется. Где-то 60-65, вот в этой области. У меня товарищ сказал, что тост-то, например, не нужен, потому что, ну, дома можно в духовке подогреть хлеб, если это вдруг нужно. А там на даче, на сковородке поджарить. Ну, на самом деле, тост-то это очень удобно, он именно обжаривает классно. И главное, без запар. Просто пихнул туда, щёлк, всё готово. И можно уже кушать. То есть быстро, оперативно, удобно. Единственное, что место занимает, да, электричество жлёт. Так, прошло 3 минуты. Смотрим, вроде он ещё не остыл. Да, 40 до сих пор здесь сверху. Ну ладно, ставим туда тот же хлебец, который пригревался в прошлый раз, чтобы его получше запечь. И вот такой вот хлеб, опять же, для тостов. Выбираем двоечку, ставим ровно напротив двоечки. Нажимаем. Старт. При работе есть еле слышное гудение. Не думаю, что камера его уловит, но оно есть. Еле слышное гудение имеется. Минуту 30. Вот так вот выглядят элементы через минуту 30. Не все и равномерно нагрелись, но это недорогой тостер за 12 долларов. И сейчас запишу ещё звук, с каким вылетает. О, высоко. Да, 2 минуты 5 секунд. Так что вполне точный таймер. Смотрим, что хлебу для тостов 2 минуты. Хотя с этой стороны нормально. Видите, тоже не идеально равномерно и идеально одинаково. Ну, хотя очень близко, но всё же. А этот чуть-чуть тоже подошёл. Да, отлично. Вот расположил тост и поставил таймер на 3 минуты в старом тостере. Посмотрите, во-первых, по высоте. И сейчас хочу тоже назвать для сравнения вам как пример, насколько нагреется корпус вот такой вот пластиковый по сравнению с тем металлическим. Было поставлено здесь на тройку, но он выскочил где-то через 2 минуты. И смотрите, поджаристость такая же примерно, как у того, даже чуть меньше. Потому что здесь почему-то тройка, это полторы минуты где-то. Чушь какая-то. Вот ещё по тостерам могу такую вещь дополнить. От них очень много крошек. Поэтому у кого тараканы, наверное, тостер брать не стоит. Вот посмотрите на этот момент. Может быть лучше вообще без тостера. Или каждый раз его убирать в какой-то пакет. Смотрите, 55 градусов тоже. Да, здесь тоже такой нагрев. Один хрен похоже. Что металлический, что пластиковый. Тоже до 60 градусов нагревается вот эта часть. Но зато боковые стенки внизу не нагреваются особо. Вот старый тостер. Вот он, Tefal. Вот такой вот модель. Я бы с удовольствием купил точно такой же. И давайте посмотрим на нагрев элементов вот этого старого тостера, которому... Вот это я понимаю. Да, посмотрите. Сразу же. Вот я его включил. Сразу же они все ярко, мощно раскалены. Это я только что включу. Ну, за 30 секунд он вот так вот выглядит. Давайте посмотрим за 30 секунд, как выглядит новый. Ну вот, смотрите, прошло 40 секунд. Вот так вот. В принципе, тоже не так уж и плохо, если посмотреть. Но вроде похуже. Ну, мне так кажется. У него мощность 750 ватт. Вот у этого старого 800. Пауэр-ментер у меня сломался, поэтому сколько он на трозетке жрет, измерить не могу. Опять же, я по привычке кручу ручку назад, а надо нажать кнопочку. Cancel. Бум. Раз, он выключился. То есть тут лишних кнопок, деталей нет. Тест режим размораживания. Разогрев я проверял. Он просто чуть подогревает. Тосты, которые остыли, не зажаривают. Режим размораживания более интересен. Значит, я сейчас в холодильнике заморозил в лед, ну, до каменного состояния, пару кусков хлеба. И здесь сначала, значит, происходит размораживание, а затем поджаривание. Поэтому это все будет достаточно долго. Ну, поехали. Хочу, чтобы они на четверочку были. Нажимаю. И здесь нажимаю кнопку Defrost. Все, она загорелась. Ну, вообще, так оно нормально начало жарить. Вот 30 секунд в режиме размораживания. Но уже тут красные все эти элементы. Через 3 минуты он уже выплюнул хлебцы. И они, да, они разморозились. Но они не дожарились. Ну, вот этот чуть-чуть поджарился. Так что функция работает. Но не буду ей пользоваться. Хлеб не замораживаю. Лишние детали, лишние функции. Поставил вот минуту с небольшим. Ну, и сейчас, я думаю, вот эти вот тосты размороженные. Сейчас, я думаю, они нормальные получатся. Минута 30 прошла. Сейчас должны выскочить. Вот так вот они выпрыгивают. Если, кстати, хлебец лежит на бочку у вас. И он вот так вот расположен. То вы вот этот рычаг немножко вверх так вот подвинете. И тогда его можно будет ухватить. Ну, а если вертикально стоят, то вот все в порядке. В общем, я думаю, если бы я на пятерку поставил. Вот эту вот. И разморозку. Тогда бы они сразу такие вылезли. А тут вот. Пришлось их дожаривать. Вот она коробка. Тостер. Название модели. Мощность. Выбор. Функция разморозки есть. У этого тостера. Не у всех самых бюджетных это есть. Так вот оно поставляется все. Внутри видим заглушки. Чтобы это все не требежало при транспортировке. Извлекаем заглушки. Сделано в Китае. Тут обычная информация. Готовка к использованию. Что в первое время будет пахнуть при первом включении. Выбор степени поджаривания. Ничего необычного. Обычная инструкция. Так. Смотрим на вес. Это у нас старый тостер. 1272 грамма. 1222 грамма. Новый тостер. Высоту это 18,7. В ширину это 16,7. И в длину без учета ручек это 24. Если с учетом ручки. Ну можно сказать 26. А длина шнура вот от этого места до края вилки 70 сантиметров. Кнопки нажимаются жестким щелчком. Ставим на 3,5. На минимум нет. Сброса нет. Окей. Давайте теперь Cancel просто нажмем. Сброс. Хорошо. Вот видны места, через которые высыпаются крошки. Вот он поддон. Я его убираю. Давайте нажму Defrost. Не отменить. Только Cancel нажимать. Ну давайте. Раз. И вот эту кнопку нажмем. Тоже видите. Так не отменяется. Только Cancel. Так, ровная столешница, ровная поверхность. Он на ней ровно не стоит. Вот так вот качается. Вот с этой ножкой косяк. Надо сюда что-нибудь подклеить. Маленькую эту фигуньку. И будет все норм. Вообще пластик отлить не так уж и плохо. В принципе как вывод. Если бы вот такие еще продавались. Тысячи по полторы бы. Я бы купил конечно вот такое. Потому что здесь конструкция намного интереснее. Эта функция тоже актуальна. Как-то я положил. Тост и поставил. Сюда. Поднял. Сюда сосисочку поставил. Чуть подогреться. Все ручки намного надежнее. Вот у этого тостера. Сделанный корпус меньше по размеру. Корпус не греется. Вот это все сделано надежно. Четко, хорошо крутится. Данная деталь ничего не болтается. Этот тостер неустойчивый. Потому что с одной из ножек косяк. Вот эти все штуки. Они будут с большим трудом оттираться. Чем вот эти вот спирали. Это тоже очень важный момент. И посмотрите. Вот на эти элементы. Вот сюда налипает. Очень много липкой такой вот. Какой-то хрени. С хлеба. Еще с чего-то. Ну здесь хлеб без масла естественно жарится. Просто как-то частицы хлеба здесь налипаются. С такими жирными маслянистыми. Я представляю как на тех лапках. На том тостере это будет скапливаться дико. Как сломается. Допишу об этом в описании видоса. В закапелленном комменте. Если все в порядке. То тостер продолжает работать. Не думаю что он будет очень интенсивно использоваться. Но вот последние пару недель. Он использовался весьма интенсивно. И никаких особых косяков выявлено не было. Кроме вот этой ручки. Конечно такой не информативной. Расхлябанной. Берем опять же школьную замазку. Вот здесь вот делаем риску на ней. И цифры. Цифры тоже могут со временем отвалиться. Все. Ссылочки доп. информация в описании. Все. Всем пока. Увидимся на канале. Такой вот толстый рок. Здоровый конечно. Если места мало. Не брать. Если шнур нужен длинный. Тоже не брать. КОНЕЦ what. Пока. КОНЕЦ ответа. »